итак всем привет на канале беларусь германии тему сегодняшнего видео вы наверно уже прочитали в названии если вкратце мы сегодня сходим в магазин скупщика перекупщика нужно как правильно назвать у него так на магазине написано покупаю продаю в общем человек занимается перепродажей б.у. товаров так что посмотрим что него можно купить сколько это можно купить пройдемся я у него спросил разрешение на днях заходи он сказал все приходи снимаешь все тебе даю добро на это и потом мы съездим на дачу про которую рассказывал которую люди купили за 5 тысяч евро в германии мы более детально посмотрим что люди приобрели за 5000 вместе с домом что было в самом доме так что усаживайтесь поудобнее я пока попью кофе и продолжим и кстати пока идем на съемку я вам дам немножко информации я уже был у этого человека я у него попросил разрешение на съемку потому что в германии с этим все очень строго и вкратце про спрашивал о бизнесе он работает уже около 30 лет вот занимается этим говорит все классно ему хватает всего он доволен он реально человек наслаждается этим бизнесом вот он говорит мне все мне больше ничего не надо вот мне это нравится и вообще шикарно когда вот твое любимое дело которое ты делаешь приносит тебе еще и деньги вот это один из тех вариантов так в итоге вот мы подошли вот сам магазин магазинчик он называется анкалферкалф продаю покупаю продаю в общем ладно пойдем зайдем посмотрим магазинчик сам по себе кажется стороны маленький но он еще уходит у нас вдаль что рассказать что показать в общем суть как ты сюда приходишь с товаром человек покупает вы заключаете вот допустим если устраивает цена бьете друг другу по рукам заключаете договор или договор все и перепродается что я сейчас вкратце наверно вам покажу айфон до сахте я и айфон восьмерка секция 32 гига 180 а 130 евро айпад мини 150 150 евро пожалуйста вот часы с чеком они стоили 250 евро я дико 100 евро до 150 евро просто вот убираешь вот даже с чеком все пожалуйста хуауэй 130 медиапад т5 наверно хороший планшет sony playstation про 200 200 евро плюс 33 игры это про версия обычная по моему 150 обычная 4 100 150 много еще чего интересного sony das is объектив айфон от канита скокон аликбинус аух сони оптика он тонн объектив чик 100 евро 70 300 вот семьдесят три стадии мастер 45 ну даст нормальный поезд из зуба поезд так что вам еще показать извиняюсь разомой немецкий у меня не очень хороший он сумасшедли за ух да здесь дизель дизель и не пожалуйста часы стоили 259 и сейчас то евро 100 евро дизеля игры xbox 360 и 10 20 кальян саунд акустика 149 евро шуруповерты сумма шпиль визе коса бюфель надо что-то вот дома сделать пришел вот это шуруповерт по моему там чем-то такой интересный из-то сузаман мид батареи акуми даку я вюрт пожалуйста 30 евро все как все как все как мама подсказала так пока что на данный момент на входной группе люди поэтому начнем вот прошли мы вот у нас вход пройдемся здесь пока походим посмотрим что есть чтобы не беспокоиться пока людей люди уйдут мы тогда уже пообщаемся с владельцем человек с этим искал что он 30 лет занимается этим бизнесом в общем что здесь можно купить мебель вся бытовуха вот все документами все из каких-либо ну допустим уголок можно посмотреть сколько он стоил стоил 1900 можно будет узнать хозяина сколько он за сколько он его сейчас продает чемодан 20 евро сюда все по одному евро допустим так все по одному евро тут можно найти все это живот посмотрите это не какой-либо как они пирожил 50 минуты какая я не знаю я сейчас попрошу рассказать сколько допустим стоит вот диваны и все сталь В общем стоило это 3428 человек продает 900-700 евро. В общем это нормальная кожа, это не эко-кожа какая-то там такая дешманская. Так что вот, слушайте, я вам скажу неплохо вот за это. Кюхе стоит, да? 800 евро. 30 евро? Да. 30 евро? Да. Можно уже спросить, можно себе купить. Ага. Ну и вот тоже. Было 1900. Увец? 700. А по шпану как? Ага. Да можно все это. Вот так вот. 70 евро это как диванчик что-то маленькое такое. Ага. Да, спальни просто вот. Совсем маленькие. Кляйденкаух я. Ага. Ну типа тут по евро по 3 по евро вот в итоге можно прийти вот по началу что-то купить домой. Если ты еще не определился там на долгих ты будешь снимать квартиру и найти что-то интересное подходящие. Так что вещи все время обновляются у человека. Колонки, холодильники. Кресло за 30 евро это очень интересно кстати. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу бель. Интересный аппаратик Ну, в общем, вот так вот выглядит этот магазинчик Как я уже говорил, человек занимается около 30 лет Доволен Все, он самый хозяин, самый здесь продает Общительный, интересный Вот так вот выглядит магазин с кубкой Я не знаю, как правильно назвать Напишите в комментариях, есть ли у вас такие же в городах Мне понравилось Спасибо, что я вам понравился Спасибо 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 Человеку, что рассказал Что разрешил Поснимать Ну, вот такой получился обзорчик Я так поснимал Поспрашивал пару цен Человек рассказал Так что, если будете в Эдлимбурге Обязательно зайдите посетить это место Находится оно у нас на одной из двух площадей Возле костела Святого Николая, по-моему Так он называется Тут еще фонтанчик рядышком Так, ладно, я пойду Заговариваюсь Пока что заберу дочку со школы И дальше посмотрим на дачу за 5000 Что в ней было Так, ну что, начнем Начнем Сегодня ветер Боже мой, взял дрон Значит, ветер должен быть такой Что же руки выворачивает С входной группы Выкрывается Открывается Вход на Территорию Чик Потом Закрылась Все Центральная улица Типа, а-ля Как бы так сказать И пошли дачные участки Где-то в хорошем состоянии Где-то в палачевном Тут, как это регулируется, я не знаю Типа, обязан владелец Или владельца нету И никто не обязан Ну, следить за территорией Как видите, на некоторых Такой Все уже Ужасно Где-то все хорошо Яблоков столько Ох, и они сейчас уже вкусные Подоспели Так что, еще перекуски Яблочек Какие-то вообще Интересные настроения Даже не знаю Так, вот и сама дача С калиточкой Так, сегодня вам расскажу Что вот за 5000 Что люди оставили Что они Отдали Так, там уже Ваня Меня встречает Ваня, сколько участок Соток Или как это правильно назвать Участок Сколько соток Ну, территория сама Понятно Человек не в курсе Ну, да ладно В общем, что принадлежит Во-первых Нам бросается в глаза Это Огородики Яблони Ну, это что уже было На участке Так Вот эти вот яблочки Очень вкусные Кстати Это гриль Который мы привезли Так, это еще что-то Такое Непонятное Ваня, иди будешь Рассказывать Консультировать Потому что я не знаю Как что все называется Так Начнем Дача стоила Еще раз повторю 5000 Что в эти Деньги входило Начнем Сначала О Рядом Что с домом А вот Расскажи Вот это вот Что такое Установка Это вода Как там все это работает Ну, скважина Угу Артезианка Насос с автоматикой Все Короче, это добытчик воды Типа вода Автономна Ну, понятно Все Есть, есть всегда Как бы вот Насос Это все было Да Все было сделано Да, да, и отключено All exclusive Раковина В общем, люди все оставили Вот как они жили Практически вот Пошли пока Что еще оставили Типа навесик Относительно воды Вода Своя Также И свой стол Вот Четырехсекционный Септик Типа его не надо менять Не откачивать Ничего Это четырехсекционный Септик Он сам чистится Бактериями Перегорает В общем Четырехсекционный Септик Я не знаю Что это такое Но это не надо Ничего делать Кстати, запаха Никакого нет Вообще все Великолепно Все шикарно Вот Тоже есть Тисочки были Так Это вот Пристроечки Такие дворовые Здесь мы видим Что мы здесь видим Подожди Надо Может фонарик Это все Фонарика Толку Газонокосилка Да Газонокосилка Триммеры Всякие Блин Подстригалки Пылесосы Еще Триммеры Инструменты Электроинструменты Короче Весь набор Юного мастера Да Чтобы ухаживать За тем Что Садовый инструмент Бассейн Да Наборчики Да нет На самом деле В Германии Такие вещи Как инструменты Наборы Денег стоит Это все Очень ценится И стоит денег Да Ну да Слушай Такое Все это В общем В этой Сейчас Чтобы у меня Не слепило В первой Пристроечке У нас Набор инструментов Что тут еще было Кроме дома Дом потом Зайдем внутрь Я ее разобрал Подремул А это На которой Я просто Сидел Я помню Это после меня Так получилось Здесь Просто А там Ничего Там Ничего Да Да Тогда касательно Дома Сам дом Это Как у Нифа С Нафнафом Или Типа Это Такой Там Это Блок Кирпич Чего Это Вообще Такое Короче Они Все Однотипные Только Да Дома Вот Однотипные Я не знаю Из чего Это Напишите Может Тут Разбирается Просто Как бетон С камнем Ну Основательный Дом Это Не дом Не из Фольги Не из Коробок Ничего Также Пристройка Дома Сделана Я так Понимаю Сделан Уже Сам Да Который Камин Рабочий Ну Типа Как Аля Летняя Кухня Веранда Просто Кстати Еще Вот Была Качель Гриль Еще Одно Дерево Шезлонги Вот Все Как Это Есть Все Это Оставили Вот Полностью Как Видите Да Это Все Было Подновил Навесы Все Это Есть Типа Продолжение следует... И пользуешься. Пополняешь бойлер, пользуешься бойлером. Ну, кстати, да, вот решетки тоже на окнах стоят, чтобы и с той стороны не проникли тоже. Чтобы зло не проникло внутрь. Да. Так, это, я так понимаю, кухня? Кухня, да. Ну, тоже здесь ничего нашего нет. Кстати, да, все тоже было оставлено. Кроме мусора. Ну, понятно. Индукционная печь. Индукционная печь, кастрюля. И, кстати, да, и что хозяйка даже все было помыто, ну, вот, все чисто. И не то, что там бросили просто грязно и все. Нет, реально. Да, все, что сюда вот принесли, это вот сахар, кофе. Ну, опять же, пополнили. Да, 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 да. Вот эту. Жаровня или как-то электропечь. Электропечь. Да, с это, причем с плитками. Ну, тоже неплохо. Удобная вещь. Автономно можно жить и существовать. Ну, я здесь уже почти месяц. Ну, вот, видишь, кстати, да. Вот, там еще и посуды там. А тут этой посуды, мама не говорила. Да, боже, ты вот это все доставляли. Неплохо. Так, начинается у нас первая комната. Опять же, кроме мусора здесь все. И кроме бук, я так понимаю, все остальное тоже это было. Да, да, бук это мой. Техника, конечно, не новая, понятно, что с нее там толку, но как-никак. Это, это, xbox. Ну, xbox, да. Девятишник, о-о-о, слушай, прикольно. Девятишник, это свитч, это, это, я настроил сейчас. Тарелка? Да, да, я на российские каналы наставил. Даже спутниковое телевидение? Да. В общем, телек, спутниковое телевидение, книги даже. Ох ты, смотри. Ты делал, ты везде сюда 100 метров. О, русские голубые фишки. Так, вот это у меня микрофон. Так, туши этот кошмар зло, все. Ну и вот. В общем, да, люди вот именно оставили жилой домик без каких-либо проблем. Бокалы можно даже... О, кстати, прикольные бокальчики, смотри-ка. Эти такие, типа, да? Вот, я сейчас пью Рудебергер. Ну да. Кстати, вот это интересно, это можно оставить такое, как... Это, блин, я специально еще спрашивал, они это оставят или нет? Посуда, да, интересная. Вон, кстати, еще пивные бокалы не оставили. О, сейчас посмотрим. Подвискай, стаканчик хороший. Неплохо. Ага. Ну, слушай, классно. Это тоже все было? Все было. О, вот это вот мощные стопарики. Смотри, я чисто сверху. Ветрами накидываться можно. Да, так же вот, ну, все тут. Ну что, ловко, какая-нибудь старая, но оно все рабочее. Оно все полностью рабочее, и это больше всего радует. Как люди жили, просто взяли, выехали, и все. Вот полотенца, все их. Вот это все их. Кстати, тоже все постирано, она сама говорила, что они все перестирались, все делаются чистые. Это не то, чтобы там люди пользовались и бросили, там это все гниет мокрое. А, нет, бокалы, кстати, интересные, вот. Только непрямая прикол, вот это вот кофе-фильтр хранить. Это я. А, это ты? Это я поставил, он как ароматизатор. А, абсорбер для неприятных, абсорбер для неприятных запахов этого кофе. Жили люди в возрасте, есть свой запах, да? А я вот не чувствую уже, как-то. Запах я, или у меня нос просто. Я вот к этим вещам вот очень чувствую. Так, тут у нас санузел, кстати. Горшок. Зато это нормальный горшок, это не ведро. Это не на улице дырка. Это не на улице, да, дра вот это вот, как у нас всех с детства было. Просто там, или под кустом, или вот в дыру какую-то. Душевая. Кстати, тоже электро это, к примеру. Электроподогрев с насосом, откачивание. А-а-а. Подогрев и все дела тут. В общем, сама я откачивается, сама я греется. Отельно. Самоет или нет? А? Тебя само моет? Нет. Спинку трет. А, ну, понятно. Хотя бы хоть что-то. Мне тоже приятно. Слушай. Вот это опять же все. Вот все как-нибудь. И еще одна комната. У нас типа, ну, а-ля спальня, я так понимаю. Ну, да. Два пылесоса. Вот один, другой у меня этот. Слушай, интересный пылесосик такой. Да, он очень удобный. Прикольно. Вот, всякие вон шторы, гардины, блин. Тут, ну, просто вот суши. В общем, вот, все, полностью жилой вариант. Обошелся. Даже постельная. Да, и тоже все было перестиррано, кстати. Перестиррано, вычищено все. Ну, дача. Можно, кстати, тут с бандой и с ночевкой. Ну, для одного человека жить здесь выше крыши, я даже думаю. Это вот вообще шикарно. Правильно? Ну, даже и пару пенсионеров здесь спокойно кайфануть. Да, 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 все вот великолепно. А для молодежи это действительно бандой заехать на выходные. Слушай, да, попить пиво, погрелить, это что тут еще надо? Это вообще шикарно. Блин, ну, класс. Не знаю, мне вот понравилось. В общем, дроном не полетаем. Попытался, распаковался, взлетел. Он там, бедно, его чуть не вытошнило на высоте. Он начал кричать, посадите меня обратно, потому что ветер, ну, дикий, реально дикий ветер. Вот деревья там просто-напросто вот гнет вовсю. Снизу-то еще этот ветер не так сильно ощущается, а наверху что происходит? Хотя и здесь он у нас. Пушку мотает. А наверху там кошмар. Он, бедно, взлетел его, как кидануло в сторону. Он пытался бороться с ветром, но пишет, типа, не-не-не. Типа, очень сильный ветер, и дрон даже не может управляться. Он сразу автоматически выбрал посадку. Ух. Ну, надеюсь, хорошо вы провели время. Было интересно. Вам спасибо за просмотр данного видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Будьте частью нашего сообщества. Оно пока что маленькое, но по чуть-чуть развивается. Так что еще раз спасибо. Всем пока и до нового видео.